Так Андрей, ты попал в кадр. Я тебя представляю как одного из самых опытных в России питомниководов. Ты знаешь, что это один из самых опытных. Сказать почему. Если бы ты знал, даже ладно там рассылают по стране невероятно дерьмовые саженцы, но они еще знают, что делают. Они умудряются даже такие саженцы сфотографировать. Мол, покупайте штамп целый метр, а потом еще два метра кроны. Итого три. Еще это садится с обрывками корней. Почти всегда без горшков. И никому голову не приходится обрезать их при пересадке, при продаже. Потому что клиент никогда не знает, не знает из 1998, не знает, что садить необрезанный саженец, укороченный кроны. Смерти подобно. Вот. Если однажды вдруг призовут страна Сергея Железова, вот, как одного из самых опытных питомниководов, еще и приватчиков самых опытных, то, наверное, в Москву призовут сказать, надо быстро-быстро-быстро брать власть в Тимирязевской академии. Вот. И он возьмет тебя и скажет, Андрей, поехали. Я один не справлюсь. Мы с тобой такие саженцы выращиваем, которые больше никто, почти никто в стране не умеет выращивать. Вот. Так что готовься. Хорошо, вы молодые, вам можно собрать чемодан. Вот. И ехать доказывать, что садоводство все-таки сена умерла. Что ты делаешь? Я... Я кину на посылки. Да. Вот. Дело в том, что наш вариант, когда-то мной придуманный, да, вынуждены вытаскивать с горшков или просто выкапывать. К сожалению, огромному, со слезами на глазах, отряхивать землю. Корни сегодня, тряпки будут готовы. Завтра будут выкопаны саженцы, поставлены в бочки. Так. Послезавтра они будут наполовину обрезаны. Корни максимально целые. Никаких идиотских обрезок центрального корня. Одно из этих перешло к нам. С 19-го века, в 21-х, одно из самых идиотских этих. Улучшение корней. Представляешь, отрезать центральный корень. Чтобы боковые лучше росли. Вот. И вот ты в эти тряпочки, ты их намочишь, поставишь аккуратненько в них корни, завернешь и пакеты. А пакеты вон уже лежат, ждут. Вот. А на дальнем плане, вон они лежат. Вот. Это то, что я. Едет за саженцами. И это наше последнее угощение. Они должны были висеть еще на деревьях, вот эти плоды. Но сильно. Тому и теплая. Что пришла пора. И даже зимняя в этом году, как никогда, рано упали. Хотя еще до мороза время не дошло. Невероятно теплая осень. Все. Сейчас, наверное, днем будет градусов 10. Ночью было 0. Вот. Ну, такой иний уже был. Но это не серьезно. Это не мороз. Вот. Ну, ладно. Желаю тебе удачи. Вот. Я все еще надеюсь, что когда-то Родина призовет Сергея. И тебя, как лучшую бригаду питомниковода в России. Я не преувеличиваю. Вот. Я это доказывал в сотне фильмов. Тысячах фотографий. Еще про вас фильм сниму. Завтра, послезавтра. Ну, а пока. Пока. Сейчас я, наверное, пройдусь по саду. Вот. Кое-что покажу. Вот. Ну, начну со своей любимой шелковицы. Самая северная в мире шелковица. Вот. Чего я не ожидал, что на молодых деревьях, полуторалетних, это украдение 22-й год в середине лета. Вот результат. Вот это вот чудо. Я до сих пор удивляюсь. Вот это, вот это листья. Вот это, да. Вот это листья. Вот. Ну, и они доказали, что расти могут, в принципе. Ну, в таких местах ветра почти не бывает. Видите? Вот так вот смотрим вокруг. Можно назвать это микрозоны. Вот. Их материнское дерево. Вон оно. Пусть я не раз показывал. Ну, кто-то видел, скажет, отключусь, займусь другими делами. А кто-то не видел. Вот материнское дерево. Вот оно когда-то почти загубил. Да, зима была страшная. В общем, десятки балоран. Собралось оно погибать. Вот это сам был основной. Вот это. Он был основной. Потом, смотрите. Тот уже был практически загублен. Прямо из земли вылез вот этот штаб. Запасной штаб. И все это восстановилось. И, наверное, все близко ни разу так и не показал. Благодаря вот этой детской игрушке за 80 рублей. Я ее рядом на черешню присобачивал. Потому что птицы любят шелковицу, черешню одинаково. С огромной любовью. Вот. Видите? Мне кажется, она спасла. Она крутится практически все время при малейшем сквозняке. Вот. Нелегко приходится. Здесь я показал. Была верная смерть. Я туда два года ничего с ней не резал. И вам не продавал черенки ни зимой. Только последнюю зиму продавал черенки. И штук сорок черенков. Видите? Кругом пенечки. Штук сорок черенков я продал этим летом вам на укоренение. Только потому, что сам за это вдохновился и возбудился, что она, эти листики, будучи запарены, в виде чая снижают сахар крови. Это меня касается. Было дело. Лазер спас. Уже, может, ноги бы отпилили. Как моему отцу отпилили. Когда-то. Вот. Черешня. Тоже из породы очень нежных деревьев. Вот. Тоже не сразу выжила. У меня есть фотография. Здесь была прекрасная саженец. И у него штамп замерз. И от корней пошло несколько веток. Потом они тоже замерзли. И одна ветка выжила. Вот она. И ни в коем случае нельзя, видите, грибы нельзя трогать. И тогда случилось чудо. Внимание. Вроде бы сбито морозами. Смотрите. Я не мешал ей расти вверх. Вышло так, что она выросла до высоты где-то метров. Раз, два, три. Восемь, десять. Но мне от этого не легче, конечно. Все досталось птицам. Птицы, вот сейчас я найду, не найду. Вот. А нет, тут уже все чисто собрано. Птицы иногда выплевывали и делились косточками. Вот с этого дерева. Вот с этого дерева. Вот еще одна черешня. Вот. Ну и чтобы еще закончить разговор. Что-то пошелковица зацепили, как в самой востоке в мире. Так вот, эти черешни, привитые на северское штабовое вишни. Я вам две показал. Сейчас третью покажу. Они, эти черешни, благодаря подвоям, тоже самые морозыки, самые северные. Значит, запоминайте. В Омске продают саженцы, черешни. Да. В Омске и питомник так и называется. Вот, там есть слово Омск. Только нет у них никакого черешнего сада. Вот. Всего там у меня, если ты дерево показал, вот там еще парочка, и там еще четыре. Все, девять, кажется. У меня черешнего дерева. Это маленький садик черешневый. А вот, почему я вам показываю, уже не первый раз. Уже, конечно, черешни середины лета уже тут нет. Вот. Но у меня есть фотографии. Вот. Есть фильм, где девочка, моя внучка, вот здесь вот собирала черешневые косточки. Интересно. Сейчас собрала. Стану-ка я на колени. Вот видите? Ну, так. Нет, это не черешевые. Интересно, а что здесь делают вот такие косточки? Вот такие вот. У меня не приложу. Я еще черешевые поищу. Просто показать вам, что птицы делились с нами. Потому что достать мы их не могли. Достать мы их не могли. Девочка хорошо собрала. Моя внучка Соня. Она у меня зарабатывала на каждой косточке. Почему? Потому что им цены нет. Этим косточкам. Сейчас, правда, они лежат в холодильнике. Никто их не покупает. Но все-таки хочется найти хотя бы одну. Вот эти вот странные, откуда здесь и так много вот этих вот косточек. Тут их не должны расти. Сейчас. Ну, хоть одну. Вот таких полно. Но это не черешня. Это странное дело. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И много их тут. Будет одна из загадок. Потом буду голову ломать. Вон еще, еще. Как они сюда попали. Ну, а череш, человек, все-таки, где? Хоть бы одну. Ну, Соня. Ничего не пропустила. И здесь эти опять. Вот, нашел. Вот она, черешня косточка. Соня проворонила. Я по 10 рублей за карточек вот такой платил. У меня самое главное было, ну, была мысль. Сергей отказался. Так как это уже вещь надежная, вот эти вот косточки, вещь надежная, да? То можно было вырастить черешню, корень собственную. Он отказался. Дело в том, что шансов, что в других местах она будет, как вот, допустим, абрикос. Абрикос не замерзнет. Даже культурные. Тем более привитые. Сливы привитые культурные не замерзнут. Яблони привитые культурные не замерзнут. Груши шикарные, вкусные, культурные не замерзнут. А череши нет, не хочу позориться, все. Вот, и лежать теперь череши в таком количестве нам уже не надо. Так много у нас не покупают.